Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Представляем президента Национального собрания Республики Западной Армении. Никол Пашинян обсудил в Цюрхе с предпринимателями вопросы, связанные с различными инвестиционными программами в Армении. Жители Талыша вернутся на родину и начнут нормальную жизнь. Министр Арцаха. Ситуация в Сирии. Путин с Эрдоганом встретится 23 января. Архитектор Эрдат. Капитан сборной Западной Армении по футболу Грач-Яган на базе Манчестер-Дюнайтед. Агван Ованесович Тонаканян. Родился в 1979 году в селе Тотам Ахалкалакского района. Учился в 13-й школе Офсепа Орбели в Раздане, Республика Армения. После окончания средней школы окончил Армянский государственный педагогический институт, гуманитарный факультет специализации инспектор-преподаватель. Затем переехал в Российскую Федерацию. Агван Тонаканян ведет активную общественную деятельность с 2005 года и работает с различными молодежными организациями в России и участвует в различных мероприятиях в Армении, в Джавахке. А с 2012 года является членом общественного объединения армян Джавахка в России, руководил молодежным крылом. В Москве он принимал активное участие во многих мероприятиях, связанных с Арменией, а также участвовал в различных дискуссиях и работе по вопросам Джавахка. Проживая в России, не остался равнодушным к проблемам армян, пытаясь выразить свою поддержку решению различных проблем армянского народа. Принимал участие в мероприятиях, посвященных признанию геноцида против армян, и участвовал в мероприятиях, посвященных армянам Хесаба, касающиеся сирийских армян. С 28 октября 2014 года является членом парламента Западной Армянской Республики. В июне 2017 года – председатель Ассамблеи Республики Западной Армении. С 29 октября 2017 года – председатель Национального Собрания Республики Западной Армении. Армянский народ должен быть единым, чтобы сформировать сильную Армению, освободить Западную Армению и защитить права армянского народа. Для армян всего мира есть только одна родина – Великая Армения. Женат, имеет четверых детей. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с рабочим визитом в Швейцарии, провел в Цюрихе встречи с группой предпринимателей, с которыми обсудил возможности и перспективы инвестиционных программ в Армении. Как сообщили Армен Пресс, в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в частности, премьер обсудил с председателем торговой палаты Швейцарии-Армении Майком Баруняном. Вопросы, касающиеся расширения инвестиционных программ в фармацевтической сфере. Швейцарский предприниматель Ганс Швейкард представил руководителю правительства Армении большую инвестиционную программу по производству солнечной энергии. Никол Пашинян приветствовал инициативу Швейкарда и представил стратегию правительства в сфере энергетики на ближайшие годы и перспективы развития этой сферы. Также Никол Пашинян встретился с делегацией предпринимателей, возглавляемой председателем компании Франк Мюллер, известным швейцарским предпринимателем армянского происхождения Вартаном Сармакешем. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся реализации инвестиционных программ в сферу специализированного образования в сельском хозяйстве, строительстве, банковской системе, ювелирном деле и производстве часов. Премьер-министр отметил важность реализации в нашей стране представленных программ и сообщил о готовности правительства поддержать их реализацию. Никол Пашинян обсудил с Вартаном Сармакешем также вопросы, касающиеся осуществления программы «Старый Ереван». Руководитель правительства подчеркнул важность сохранения культурно-исторических памятников и необходимость обеспечения максимальной бережности в отношении этих зданий. При совместном финансировании Всеармянского фонда «Айастан» и государственного бюджета Арцаха в 2018 году в селе Талыш Мартакерского района началось строительство восьми новых домов, отметил министр градостроительства Карен Шахраманян, отметив, что строительные работы завершатся летом. В Талыши созданы все условия для безопасного и комфортного проживания. В селе есть недавно построенная школа и детский сад и игровые площадки. В Талыши был построен общественный центр, пункт оказания медпомощи, зал для проведения мероприятий. Центральная дорога в хорошем состоянии, жилые дома полностью отремонтированы и обставлены необходимой мебелью. В настоящее время Талыш имеет два новых и сорок отремонтированных домов. После завершения строительства домов жители Талыша, проживающие в Олашане, вернутся на родину и начнут нормальную жизнь, отметил министр. В минувшие сутки Западная Сирия в очередной раз оказалась под обстрелом израильских военных самолетов. По информации агентства новостей SANA News, удары ВВС Израиля пришлись по международному аэропорту Дамаска, а также по авиабазе Мезех. Поводом к началу нападения стал обстрел, якобы проведенный отрядами просадовских военизированных формирований. По словам представителей Армии обороны Израиля, целью авианалета являлись опорные пункты союзных сирийской арабской армии иранских сил. Однако впоследствии израильские истребители также начали наносить удары по сирийским комплексам ПВО, которые отражали атаку. Это привело к гибели четырех сирийских солдат и ранению еще шести человек. Также пострадала инфраструктура столичного аэропорта. Тем не менее, систему ПВО Сирийской Арабской Республики удалось уничтожить большинство вражеских ракет. Позднее вылеты авиации Израиля также отмечались над голландскими высотами, незаконно оккупированными Тель-Авивом. Представители МИД Сирии, в свою очередь, обратились в ООН с просьбой обсудить агрессию Израиля, а также принять необходимые меры для предотвращения повторных ударов. 23 января в Москве состоятся переговоры президента Российской Федерации с президентом Турецкой Республики Эрдоганом, который посетит Россию с рабочим визитом. Лидеры обсудят проблематику урегулирования в Сирии, а также ключевые аспекты двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Тердат был главным архитектором Королевского дома Багратуни. Он внес большой вклад в становление стилистического направления и композиционных принципов в средневековой армянской архитектуре и О Тердате нам сообщает историк Степанос Таронетти. Тердат владел армянским, арабским и греческим языками и глубоко изучал армянскую архитектуру. Его строительные работы были в основном сосредоточены в столице Ани и Аргине. Он был построен католической церквью Аргины и библиотеку. Шедевром творчества Тердата является собор Ани с его уникальной композицией архитектурных представлений той эпохи. Собор – явление в истории армянской архитектуры. Тердат также уточнил основные формы композиции и композицию культовой структуры, разработанной в Ани Ширакской архитектурной школе. По приказу Гагика А в Ани Тердатом была построена церковь святого Григора Лусаворича. Тердат, как архитектор, был хорошо известен за пределами Армении. В 989 году он был приглашен в Константинополь для восстановления разрушенного землетрясением купола Софийского собора. По словам Тердата, он восстановил купол в 991 году. Восстановленный Тердатом собор дошел до наших дней. Бывший полузащитник молодежной сборной Армении, выступающий в швейцарской команде Стат Ньон, капитан сборной Западной Армении по футболу Грач Яган побывал на базе английского Манчестера Юнайтед, где встретился также с сербским хавбэком манкунянского клуба Неманьой Матичем. Напомним, что Яган занимал пост президента Ереванского Арарата, а также является членом исполкома ФФА. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Андроник Саркофак Манукян. Саркофак Манукян Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!